Боевая машина Беларусь! 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 Б Итак, мы в предвкушении сегодняшней гонки. Заезд обещает быть упорным и очень интересным. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, остаются считанные секунды до старта. Сейчас идет жеребьевка экипажа в готовности к старту. Итак, внимание! Итак, друзья, прозвучал сигнал по машинам и экипажи занимают места согласно боевого расчета. Мы сейчас наблюдаем за судьями в поле, которые флажками обозначают готовность. Итак, первая машина команды в Сербии. Мы наблюдаем сейчас с вами, происходит запуск боевой машины. Экипаж готов! Экипаж Сербии есть готовность. Экипаж Ирана есть готовность. Экипаж Казахстана есть готовность. Белорусский экипаж. Есть готовность. Итак, все замерли в ожидании старта. Машина будет стартовать после команды главного судья наших соревнований. Напомним, что главный судья, заслуженный военный специалист, генерал-майор Поплавский Евгений Валентинович. Генерал-майор Поплавский Евгений Валентинович. Погода внесла свои коррективы, набежали тучки, слегка моросит летний дождь, но это не помешает участникам соревнований бороться за хорошие и отличные результаты. Генерал-майор Поплавский Евгений Валентинович. А мы напоминаем, что в этом заезде участвует команда Сербии на желтой машине, команда Беларуси на синем танке, команда Ирана зеленого цвета машина и на красном танке команда сборной Казахстана. Начинается обратный отчет времени. Три, два, один, старт! Из первых же метров участников ждет нелегкое испытание. Первое препятствие участок маневрирования или змейка. Серьезное испытание для механика-водителя, которому предстоит провести 40-тонную машину через входные ворота шириной 6 метров. Выписывая зигзаги и лавиру между столбиками, которые выставлены друг от друга на расстоянии 15 метров. Успешно проходит змейку. Арбитр поднимает белый флажок и выдвигается на рубеж загрузки боеприпасов. Итак, экипаж покидает танк. Сейчас будет построение и после этого загрузка боеприпасов машинов. Четкие и слаженные действия экипажа загружают второй снаряд. А мы напоминаем, что вес каждого снаряда 19 килограммов. И по первым мишеням на первом рубеже будет сделано три выстрела. Три мишени. Мишень номер 12. Танк. Итак, друзья, мы сейчас с вами видим, как выполним норматив по загрузке боеприпасов. Экипаж Сербии готов к выполнению боевой стрельбы. Флажок арбитра в поле докладывает о готовности. И главный арбитр дает команду на выход на огневой рубеж. Команда Сербии. Экипаж выходит на огневой рубеж. Сейчас все внимание в поле. Все внимание сейчас на оператора-наводчика. Итак, желтому дается команда «Мишень» в поле. Мы наблюдаем с вами сейчас мишень. Сейчас будет действительно дуэль между оператором-наводчиком и танком противника. Что покажет оператор-наводчик команды Сербии? Выстрел! Итак, арбитр сфиксирует. Есть попадание! Есть попадание у команды Сербии! Вторая мишень! Выстрел! Обидный промах! Чистая мишень мы видим на экранах. Итак, третья мишень для экипажа из Сербии. Выстрел! Промах! Немножко выше взял наводчик-оператор. Поэтому два штрафных круга предстоит команде Сербии. А стартует белорусский экипаж. Друзья, поддержим экипаж машины боевой. Т-72 с белорусским экипажем. Беларусь! 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 Экипаж на участке заряжания будет производить загрузку боеприпасов. А тем временем экипаж из Сербии осуществляет преодоление двух штрафных кругов. Заглушен двигатель. Идет процесс заряжания. Четкие, быстрые, уверенные действия экипажа из Беларуси. Молодцы, ребята! Вот боеприпасы. Норматив загрузки выполнен. И экипаж занимает место в экипажах и ждет сигнала к выдвижению. Вот поднят белый флажок. И экипаж издвигается к огневому рубежу. Экипаж из Сербии завершает преодолевать второй штрафной круг. И через несколько секунд выйдет на скоростной участок и выдвинется к первому препятствию. А белорусский экипаж готов к поражению целей. Цель в поле. Выстрел. Есть цель. Первый выстрел. Первое попадание. А в это время экипаж Республики Сербия заканчивает прохождение второго штрафного круга и идет к цели брод. Второй выстрел. Есть попадание по второй мишени. А сейчас идет разведку. Третьей мишени. Выстрел. Блестящий результат без штрафных кругов. Экипаж из Беларуси убывает до прохождения дистанции. И так выполняется откат экипажем из Беларуси. И машина уходит на скоростной участок. Вперед! А в это время экипаж из Сербии преодолевает участок минно-взрывных заграждений и несется очередному препятствию Курган. На полном ходу он вылетает на Курган. Итак, внимание! Дается старт красной машине команде Казахстана. Дается старт главным арбитрам. И машина уходит на участок первых. Это Змейка. Сейчас мы наблюдаем с вами очень четкие действия механика-водителя по преодолению первого препятствия. Белый флажок! Белый флажок! Белый флажок! Белый флажок! А в это время мимо зрительских трибун проходит экипаж машины из Сербии. Поприветствуем, дорогие друзья наших участников. Белый флажок говорит о том, что команда Казахстана прошла в Змейку без замечаний и выдвигается на рубеж загрузки боеприпасов. А в это время экипаж команды Сербия проходит противотанковый ров. И выходит к трибуну. Проходит мимо командного пункта. Ребята из Казахстана осуществляет загрузку боеприпасов. Экипаж республики Беларусь взлетает на курган, пролетает мимо и уходит дальше по дистанции. Экипаж республики Сербия проходит калийным... Экипаж из Казахстана загрузил боеприпасы. Сейчас будет произведен запуск двигателя и по команде главного судьи экипаж выдвинется на рубеж открытия огня. Разрешение получено и экипаж выходит на линию огня. Напоминаю, огонь ведется из 125-миллиметровой пушки. В поле появилась красная мишень. Красная мишень стоит. Первый выстрел. Есть поражение. Фиксирует судья. Второй выстрел и второе поражение. Второй выстрел и второе поражение. Третья мишень в поле. Выстрел. Есть поражение. 100% результат. Молодец наводчик. Браво экипажу. А теперь вперед на дистанцию. Мы наблюдаем с вами оказание технической помощи экипажу из Ирана. Возникли проблемы со связью. Поэтому сейчас, я думаю, окажут помощь. итак, на скоростном участке экипаж из Казахстана. Механик-водитель развивает скорость на скоростном участке. А в это время ко своему второму огневому рубежу прибыла команда Сербии. Для команды Сербии сейчас предстоит стрельба по вертолету. Дальность 600, 700, 800 метров. Цель номер 25 вертолет. Экипаж из Казахстана преодолевает брод. Ширина 40 метров, длина 24, глубина 1 метр. Препятствия преодолеваются без остановок, резких поворотов и скатывания назад при выходе на противоположный берег. Команда Беларуси проходит эскар и движется по второму Косогору к своей второй ко второму огневому рубежу. Внимание! Команда Сербии производит выстрелы по вертолету. Стрельбу ведет командир танка Сербии. Наблюдаем сейчас как внимательно пока промах мы наблюдаем вертолет в воздухе нет попаданий в команды Сербии. Но боеприпасов достаточно еще, чтобы поразить. Однако итак, друзья, команда Сербии зарабатывает один штрафной круг за дни поражения вертолета. Казахстана. В это время мимо трибун проходит команда Казахстана. А старт покинул экипаж из Ирана. Механик-водитель начинает преодолевать Змейку участок маневрирования. Механик-водитель иしょ имен истра Механ une команда Белоруссии получает разрешение на произведение выстрела по второму огневому рубежу вертолёту стреляет командир танка белорусской сборной стреляет из зенитного пулемета корт калибром 12,7 а сейчас мы наблюдаем на экранах как экипаж из Казахстана преодолел макет колейного моста, браво экипаж команды Иран преодолел змейку и выдвинулся на рубеж загрузки боеприпасов сейчас мы увидим построение и экипаж приступит к загрузке боекомплекта а тем временем экипаж из Белоруссии покидает рубеж открытия огня и убывает для прохождения штрафного круга промах штрафной круг команда Ирана производит загрузку боекомплектов боекомплекта напоминаем что вес одного снаряда 19 килограмм а в это время по скоростному участку несется танк команды сербии и наблюдаем как команда сборной Казахстана подходит к препятству из карп вот внимание остановочка небольшая и танк проходит препятствия из карпы и выдвигается дальше на второй кассагород экипаж Ирана докладывает по загрузке боеприпасов и через несколько мгновений выйдет на линию открытия огня экипаж команды Казахстана выходит на свой второй огневой приближать ко второму огневому рубежу выстрел по вертолету из зенитного пулемета корт выстрел будет производить капитан машины командир машины экипаж из сербии преодолевает брод и делает это четко уверенно преодолевает следующее препятствие участок мино взрывном заграждении экипаж команды беларусь закончив прохождение штрафного круга движется по участку по скоростному участку в направлении брода препятствие брод следующего них команда сербии выходит на препятствие курган вот вылетает а тем временем звучит команда на открытие огня экипажу из республики Казахстан командир танка пытается поразить мишень номер 25 вертолет к сожалению попадания нет экипаж из Казахстана вынужден будет преодолевать штрафной круг а тем временем сербский экипаж преодолевает противотанковый рог и через несколько мгновений пролетит мимо трибун команда Беларуси проходит успешно в рот и идет по участку минно взрывных заграждений направляясь на курган Поприветствуем наших сербских друзей Вот команда Беларуси проходит курган и выдвигается к зрительским трибунам Наконец-то поступил доклад о готовности экипажа из Ирана Танк выходит на рубеж открытия огня Через несколько мгновений на горизонте мы сможем наблюдать цели Мишень номер 12 появляется в поле Дело за небольшим обнаружить и уничтожить бронеобъект А мимо трибун проходит команда сборной Беларуси Поприветствуем дорогие друзья наших друзей И вот команда Казахстана закончила прохождение штрафного круга Уходит на скоростной участок Есть первый выстрел Цель Есть попадание Вторая мишень появляется в поле Наводчик Наблюдает Есть выстрел Есть выстрел И есть поражение Браво наводчик Два из двух Беларусь! 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 И вот он решающий миг Один снаряд И одна К сожалению Не пораженная Мишень Экипаж Будет проходить штрафной круг А команда Сербии подходит к препятствию Скарп Успешно проходит И дальше идет через второй Казагор К своему третьему огневому рубежу Зеленым, напоминаю, предстоит преодолевать штрафной круг Экипаж сборной Казахстана проходит в рот Внимание! Огромные брызги И вот экипаж уже на суше движется по участку минно-взрывных заграждений Ребята из Казахстана умело преодолели минно-взрывное заграждение И взлетают на курган Делают это уверенно, спокойно Команда Сербии находится на третьем огневом рубеже Сейчас будет произведена стрельба из пулемета ПКТ По мишени номер 9 Ручной противотанковый гранатомет А тем временем зеленый экипаж завершает прохождение штрафного круга И убывает на скоростной участок Следующее препятствие Брон Команда Беларуси проходит второй косогор И выдвигается также ко своей третьей огневой цели Итак, есть попадание Есть попадание у команды Сербии Выполняется откат Молодец наводчик-оператор Успешно поражена цель Ручной противотанковый гранатомет И устремляется на скоростной участок Для того, чтобы произвести финиш А перед трибунами проходит экипаж из Казахстана Друзья, поприветствуем наших боевых друзей Разгоняет машину механик-водитель Несмотря на то, что у него сейчас серьезное будет испытание Колейный мост Вот болельщики Казахстана мы вас видим Молодцы, браво! Поддерживает экипаж А сейчас стрельбу ведут Ведет команда Белоруссии Итак, мишень в поле Мишень номер 9 Ожидаем результатов стрельбы белорусской команды На ваших экранах вы видите мишень для команды Белоруссии Синее Ручной противотанковый гранатомет Стрельбу ведет оператор-наводчик Мы наблюдаем трассирующие пули Есть поражение цели к белорусской командой И они выполняют уже команду откат Механик-водитель И выведет через считанные секунды машину на скоростной участок В это время мимо зрительских трибун проходит экипаж команды Ирана Поприветствуем команду Ирана аплодисментами, дорогие зрители Они проходят Участок огненной полосы И впереди препятствие противотанковый ров А тем временем желтый экипаж Ребята из Сербии Преодолевают Брод Блестящие кадры мы наблюдаем Спасибо нашим операторам И танк устремляется к проходу мино-взрывном заграждении Как видим, препятствие не простое А на экранах экипаж из Казахстана преодолевает Касагор Птицей пролетает мимо трибун иранский экипаж И устремляется к аллейному мосту Мы вот видим, зритель оператор нам показывает болельщиков команды Ирана Браво, браво, молодцы ребята, поддерживаем свои команды Выходит из штрафного круга команда сборной Белоруссии А к огневому рубежу подходит команда Казахстана Итак, на скоростном участке мы сейчас наблюдаем Прохождение боевой машины команды Белоруссии Они выполнили штрафной круг 500 метров Но это не расстояние для боевых танкистов И вот набирая скорость Напоминаю, что скорость Т-72 достигает 70 км в час Друзья, а сейчас мы ожидаем на финише экипаж команды Сербии И вот противотанковый ров пройден под ваши аплодисменты Друзья, приветствуем экипаж из Сербии Итак, считанные метры остаются до финиша И вот он долгожданный финиш Есть время А мы наблюдаем, как команда Казахстана В огневом рубеже Ждем команды главного судьи на произведение стрельбы Команда Казахстана в производе стрельбы Казахстана Выполнила стрельбу из Казахстана 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 Ручной противотанковый гранатомет А все наше внимание приковано к экипажу из Белоруссии Преодолев брод Мчится к участку в минно-взрывном заграждении И потом выйдет на финишную прямую Вот она захватывающая гонка Танковый биатлон Пока команда Белоруссии подходит к участку Курган Команда из Ирана Подходит к своему второму огневому рубежу Стрельба по вертолету Из зенитного пулемета Корт Производить стрельбу будет командир танка Итак, мы наблюдаем сейчас, как летит на повороте экипаж из Белоруссии Молодцы, спешат Спешит механик-водитель, потому что дорога каждая секунда Я знаю, что сегодня Специально из Минска приехала, чтобы поддержать команду из Белоруссии Девушка, ее зовут Елена Аплодисменты и всем болельщикам, кто болеет за команду Белоруссии Друзья, приготовились Противотанковый рог И считанные метры остаются до финиша Буквально подлетает на скорости Но очень осторожно и внимательно Механик-водитель Белорусской команды И вот он долгожданный финиш, друзья Все, внимание Все, внимание Механик-водитель выжимает все возможные обороты из боевой машины Т-72 А в это время с трибуны смотрят на его, его мама И все друзья и болельщики И так он долгожданный финиш Есть финиш белорусской команды Молодцы, браво, здорово Вот болельщики и с флагами Поддерживают и очень рады Молодцы А в это время команда из Казахстана проходит препятствие Брод и выходит на участок минно-взрывных заграждений А мы ждем команды для произведения поражения цели для экипажа Ирана Казахстан Казахстан из зенитного пулемета корп 12,7 мм по вертолету мишень номер 25 экипаж команды Казахстан выходит на финишную прямую проходит мимо трибун ваши аплодисменты, дорогие друзья и так преодолевает противотанковый ров и мчится последние метры дистанции поддержим участников этого заезда механик выжимает максимальную скорость из боевой машины секунды финиш молодцы болельщики Казахстана поздравляем экипаж из Казахстана с завершением сегодняшней напряженнейшей гонки а команда республики Иран закончила производить обстрел вертолета допустим промаха и команда Ирана уходит на штрафной круг а на больших мониторах мы наблюдали наших участников усталые воодушевленные преодолевшие сложную дистанцию но экипаж не рада наматывает штрафные круги замечательные кадры ребята патриоты своей страны это белорусский экипаж гордо поднимают красный стяг а болельщики приветствуют скандируют лодунги и поздравляют своих любимцев ради этого стоит заниматься службой мы видим на экранах операторы нам показывают как главный судья совещается с тренерами и судьями вносят какие-то решения вносят коррективы в это время команда Ирана закончила прохождение штрафного круга и выходит на скоростной участок нашего биатлона я напомню что команда Ирана произвела выстрелы на двух огневых рубежах выстрелы из пушки и выстрел по вертолету и команде Ирана остается еще один круг и на левой части нашего полигона нужно будет произвести выстрел из пулемета Калашникова танкового по мишени номер 9 ручной противотанковый гранатомет выстрел будет производить наводчик-оператор мы будем болеть и поддерживать ребята за рано очень упорная и жесткая борьба высокие скорости показали команды Сербии Казахстана и Белоруссии буквально в секунду в секунду шли друг от друга пока мы вам не можем уточнить точные данные информация будет похоже но результаты показаны достаточно высокие зеленый танк осуществляет поворот небольшой участок и преодоление брода напоминаю ширина брода 40 метров длина 24 глубина метр по инструкции водные преграды преодолеваются без переключения передач при постоянной частоте вращения вала двигателя без остановок резких поворотов и скатывания назад при выходе на противоположный берег препятствия позади и экипаж преодолевает участок минно-взрывном заграждении ну а теперь преодоление кургана высота которого составляет более 6 метров а длина 60 метров движение по кургану без остановки двигателя и скатывание назад за остановку на препятствии остановку двигателя скатывание назад или его вход назначается штрафной групп следующее препятствие преодоление танкового рва экипаж опытный имеет хорошую подготовку и обученность незначительное торможение вот противотанковый рог и четкое без замечаний его преодоление о чем свидетельствует белый флажок поднятый арбитром поприветствуем наших друзей из Ирана подарим бурные аплодисменты вот она мощь российского танка Т-72 впереди колейный мост есть преодоление и гребенка гребенка преодолена скоростной участок косогор эскарб косогор и выход на заключительный участок стрельбы мы приветствуем наших болельщиков хор и а молодежь эскарб и вот они суди а это Это экипаж из РАДА преодолевает Косогор и выходит на следующее препятствие Эскар. Одно из сложнейших препятствий. Остановка незапустима, как искатывание, но мы видим, умело механик-водитель преодолевает и устремляется на участок заряжания, преодолев второй Косогор предварительно на участок открытия огня. И вот сейчас мы с вами наблюдаем, как механик-водитель команды Ирана выводит машину на огневой рубеж. Экипаж покидает машину, выполняет построение. Сейчас выполняется норматив по загрузке боеприпасов. Экипаж занимает места согласно боевого расчета. Боевого расчета нельзя. Только из руки в руку. Напоминаю, для команды Ирана мишень номер 9, ручной противотанковый гранатомет. Стрельбу ведет наводчик-оператор. Вот мы сейчас наблюдаем. Занимается поиском цели. Установление дальности. Звучит команда главного арбитра поднять мишень для команды Ирана. Мишень в поле. Все сейчас зависит от оператора-наводчика. Цель в поле мы наблюдаем. Вот сейчас. В монитор. Дается команда на открытии огня. Для зеленого танка. Что там у нас? Вот огонь ведет уже оператор-наводчик. Вот мы наблюдаем с вами Мишель. И пролет трассирующих пуль. Вот рядом. Немножко, немножко левее. Необходимо его взять. И так есть попадание. Есть попадание команды Ирана. Выполняется откат. Расход выполнен. И механик-водитель разворачивает машину. Как она прошла? И выводит на скорстой участок. Заключительный круг для команды Ирана. И сейчас механик-водитель развивает максимальную скорость боевой машины Т-72. Напоминает, до 70 км в час можно разогнать этот боевой танк. Красиво идет. А тем временем, как экипаж Ирана продолжает двигаться по дистанции, напомним информацию о странах-участницах конкурса «Танковый биатлон». Итак, Азербайджанская республика, Республика Анголы, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Венесуэла, Зимбабве, Республика Индия, Исламская республика Иран, Республика Казахстан, Киргизская республика, Китайская народная республика, Кувейдь, Монголия, Республика Никарагуа, Российская Федерация, Республика Сербия, Республика Таджикистан. Итак, мы сейчас с вами наблюдаем правый поворот боевой машины с экипажем Сирана. Готовятся ребята к преодолению водной преграды. И вот, избавляя скорости, механик-водитель мужественно бросает водную стихию в боевую машину и успешно завершает преодолевать брод. И вот, сейчас разгон по участку минно-взрывных заграждений для прыжка через курган. И вот, мы сейчас с вами наблюдаем, как механик-водитель разгоняет машину и на максимальной скорости буквально взлетает на курган. И успешно его преодолевает. Итак, ждем на финишной прямой экипаж из Ирана. Друзья, приготовились все болельщики, группы поддержки, зрители. Встречаем у нас этот замечательный экипаж. Выполняет механик-водитель правый разворот. Выходит на финишную прямую. Выжимает все возможные обороты из двигателя. Проходит огненную полосу. И сейчас механику водителя необходимо внимательно миновать противотанковый ров. Пройти через него на пониженную передачу. Есть противотанковый ров. Ну, теперь все. Теперь все. Финишная стометровка. И под ваши аплодисменты, друзья, мы встречаем экипаж из Ирана на боевой машине Т-72 российского производства. И вот главный арбитр. Внимание! Есть финиш! Молодцы! Браво! Здорово! Уважаемые друзья, напоминаем, что в сегодняшнем заезде приняли участие экипаж из Сербии, экипаж из Белоруссии, Ирана и Казахстана. Браво! Командиры танков. Браво наводчикам-операторам. Браво механикам-водителям. Отличная гонка. Отличное настроение. Так держать. Браво! 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 На сегодня заезд закончен. Сегодня, напомню, один заезд. И мы с вами прощаем себя послезавтра, так как завтра будет выходной день. Я записал. И наши участники будут заняты культурной программой. Ну да, именно культурной. Посетят замечательные места в Подмосковье, Москвы. А мы вас благодарим за внимание. Всего доброго. Берегите себя. НСВТ. НСВТ хотим. До встречи 5 августа. Здесь, на танковом биохлоне, Малабино, Московской области. Всего доброго. Связисты, если там все исправно, значит это вина экипажа. Понятно, да? Роспись поставлена. Поставьте. Связист. Связь. Проверить иранский экипаж на исправной связи. И заключение. Они говорят, что задержка была из-за тех людей. Понятно, да? Иак. Гоу! СМЕХ pueden лиц! СМЕХ Those сильные thickness велось? И ВСЕ. Субтитры создавал DimaTorzok